Приветствую вас, мои дорогие зрители! Вы на канале Славянка Букса, здесь мы о книгах разговариваем. Сегодня расскажу вам о том, что прочитала в апреле. Первая группа книг — это триллеры и всевозможные закрученные истории. Вторая группа книг — это, знаете, горячие новинки, о которых все вот буквально только что стали говорить или уже обговорили, а я как слоупок всегда отстающих. И третья группа книг — фэнтези, с которым я хотела познакомиться, познакомилась и осталось недоумение, читать ли мне это дальше или все-таки бросить эти ущербные попытки. Поэтому, если хотите знать, какие книги мне понравились, какие вели меня в ступор, которые очень разочаровали, то оставайтесь до конца, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео по этой же тематике прочитанного. А мы начинаем! Итак, начну с горячих новиночек, которые вышли вот буквально в марте, и я их тогда же и прочла. И помню, в одном из видео я говорила о том, что я собираюсь эти книги даже себе в бумажном виде приобрести, если даже не если, а потому что эти авторы, они зарекомендовали себя как хорошие авторы, как авторы, пишущие бестселлеры практически. И я расстроена и разочарована, потому что мои ожидания вообще полностью провалились. Начну с Жоэля Дикера. Его новая книга «Загадка номер 622». Жоэль Дикер рассказывает свою историю успеха. Еще в предыдущих книгах, где у него фигурировал главным героем писатель, я подумала, что Жоэль, он такой, знаете, небольшой ЧСВшник. И в чертах того Маркуса писателя угадывался сам Жоэль. И теперь он снял свои покровы все и сказал, а что я буду мелочиться, давайте-ка я введу в качестве главного героя себя любимого. И, в общем, перед нами история самого Жоэля, который писатель, естественно, он расстается со своей любимой девушкой. Его накрывает депрессуха, волна ничего не хотения, ничего не делания. И в это же время он понимает, что ему нужна какая-то встряска. И он едет в город соседний, я так поняла, в Вербье, и там останавливается в гостинице Плаза. В этой же гостинице он знакомится с чудесной девушкой, которая начинает задавать его много вопросов, теребить его, короче, выводить его из этой депрессухи, в которой он оказался. И, в конце концов, они вместе начинают таинственное расследование происшествия, которое случилось в номере 622 этого отеля. Потому что этот номер, как оказывается, вообще не существует. То есть есть 621, 623, 623А, а 622 нет. И это их так заинтересовало, что они начинают брать интервью, узнавать старые тайны, копаться в архивах. И, короче, находят очень много интересного. Но самое интересное, что все, что произошло в этом номере, произошло 15 лет назад. То есть за 15 лет ни полиция, ни служащие отели, ни местные жители вообще никаким образом не смогли раскрыть эту тайну. А вот писатель Жуэль и его помощница, новоявленная, буквально за неделю расковыряли весь этот гонайник и открыли все-все-все тайны и все секреты. Просто удивительные люди. То есть половина романа посвящена истории Жуэля, этой незнакомке, и рассказу Жуэля о том, как он стал писателем, и какую роль в этом сыграл его редактор Бернар. И знаете, у меня сложилось впечатление, что редактор Бернар, который умер, кстати, и, видимо, эта книга посвящена именно ему, был уникальным человеком. Он действительно сделал из Жуэля звезду, но без редактора Бернара Жуэль сдулся. То есть он как воздушный шарик, который надули и пустили плавать в небо, и он там, значит, привлекал всеобщее внимание своими романами. А потом он сдулся и никому не нужен, валяется на земле, пытается что-то делать, и у меня такое ощущение было, что Жуэль, Жуэль, пожалуйста, давай-ка ты немножко встряхнись и начни, или найди другого редактора, или начни писать, наконец-то, достойные книги первых твоих произведений, книги Балтика Марова или Тайные о деле Гарри Квиберта, вот что-то такое. Но загадка номер 622, это, знаете, для знакомства с писателем, если бы я не читала его предыдущее произведение, то я бы была, наверное, в полном восторге, потому что он держит тайну, он держит интригу до самого конца. Но так как я читала книгу Балтимора и начинала и вторую его исчезновение Стефани Мэйер, то я, в принципе, знала, на что способен Диккер, но в этой книге он почему-то до конца свои способности так и не раскрыл. Помимо истории с Жуэлем, нам рассказывается история служащих отелей, я не знаю, даже не отеля, а банка такого. Там у нас история нескольких персонажей. Все персонажи, боже, это отвратительные люди и отвратительные персонажи, не знаю. В общем-то, смотрите, перед нами история, например, Макера. Это искренний, дерзкий, простак, интригант, тупой и разведчик. Это все в одном человеке. Это раз. Анастасия, жена Макера. Знаете, такая русская красотка-блондинка в погоне за деньгами, в погоне за обогащением, думает лишь о себе, о своем престиже и о ни о ком больше. Такая, знаете, прожженная, опытная, такая, знаете, охотница за приданным, я бы так сказала. Но рассуждение мысли, как у 15-летней школьницы из Саратова. Простите меня, жители Саратова. Лев Львович. Вроде бы вот он главный герой, который суперумный, который очень талантливый, но, блин, ну как он без образования, смог выучить несколько языков, потом, не имея никаких знаний в банковской сфере, дает какие-то указания и советы крутым банкирам, ему бьют на работу, а женщины, когда его видят, от красоты неслыханно, и как только он открывает рот, падают ниц просто вот перед ним. Ну не бывает такого, не бывает таких персонажей, идеально супер-супер крутых, мне такие не нравятся. Ну и плюс все персонажи, вроде бы взрослые люди, им всем близко к 40, или даже за 40 лет, то есть они взрослые, а поведение, как у пуберантных подростков, любит, не любит, ушел, не ушел, сбежал, не сбежал, предал, не предал, это какой-то капец. Плюс Russian Colourit. Это просто, вот как, знаете, в сериале «Тень и кость», меня этот русский колорит просто сбивал с ног, так и в романе «Загадка номер 622» Russian Colourit, он меня прям сбивал с ног. Но если ты хочешь вести русских героев, ну изучи-то чуть-чуть хотя бы истории, чуть-чуть там менталитета, культуры русской, я не знаю, почему такие странные имена? Начнем с того, что как вам имя Синьор? Синьор. Одного из героев персонажа русского звали Синьор. Это ладно. Завтрак для типичного русского это рюмка водки, икра и сигарета. Ну конечно, мы только так и завтракаем, и детей прям, детям прям с утра тоже наливаем. Естественно, квас же это алкогольный напиток, да, детское пиво это квас. Мы в семье друг к другу тоже обращаемся полными именами. Анастасия, подай хлеб. Конечно, Виктор, возьми хлеб. Вот именно так мы и говорим всегда. А еще отчество добавляем. Анастасия Викторовна прям вот в семье, к мужу, муж с женой. Да, Анастасия, да, Петр Иванович. Ну а финал, финал, все в этих розовых облаках. Конечно, молодец автор, что он до последнего держал интригу, кого убили, кто убил, но то, как он объяснил, как это произошло, у меня просто... Ну да, ну да. Конечно, такое может быть. Я, 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 да, я знаю, что такое может быть, но это насколько надо быть тупыми, чтобы не заметить, что перед тобой другой человек. Все, не буду спойлерить, просто хочу сказать, что Диккер сдулся. И если следующий роман его будет еще хуже, а я уже боюсь, что так может и быть, то это «Мама дорогая, прощай, писатель» называется для меня. Первые два романа до сих пор вершина, а все остальное днище. Еще одна книга, которая стала для меня удивлением, удивлением, потому что я не ожидала от этой книги ничего прям сверхъестественного, а получила большое удовольствие. Это книга Эмили Расковича и Даха. Почему я не ожидала ничего сверхъестественного? Потому что эта книга победитель Дублинской литературной премии. Я как-то настороженно отношусь ко всем этим литературным и не только премиям, потому что очень-очень часто мнение критиков и жюри этой премии с моим мнением о книгах не совпадает, вот честно. Что нравится им, то не нравится мне. И наоборот. И вот я думаю, ну как-то, знаете, я думаю, ну раз премию дали, значит, ну что-то не то. И каково же было мое удивление, когда мне книга понравилась, и я согласна с жюри Дублинской литературной премии. Да, этой книге нужно давать такую премию. Написала эту книгу молодая англичанка, учительница филологии, по-моему, она преподает английский язык. И эта история настолько глубокая, что ее хочется сразу перечитывать, потому что эта книга, чтобы ее понять, нужно читать между строк. То есть, додумывать что-то, осмысливать, вот знаете, ты прочитала предложение о Красной Блузке, например, и потом понял, что Красная Блузка это метафора, это не в прямом смысле Красная Блузка. Ну и короче, там такого очень много. На горе Айрисштадте Айдаха живет Уэйт. Он еще не старый, ему за 50, но его покидает память. У него наследственная болезнь, у него у отца была деменция, и вот у него тоже ранняя деменция. И непонятно, вроде бы это плохо, вроде бы это плохо, это человек покидает память, он не знает, кто рядом с ним, но, с другой стороны, для Уэйда это спасение, спасение от того ужаса, который он пережил в своей жизни. Его жена Энн, напротив, хочет разобраться в прошлом Уэйда, она пытается переосмыслить, она пытается составить летопись историю Уэйда и его прошлой жизни, потому что Энн, она его вторая жена. Первая жена Уэйда сидит в тюрьме за ужаснейшее преступление. История раскрывается перед нами в нескольких временных частях и с нескольких позиций. Сначала мы читаем историю Уэйда, потом историю Энна, потом историю первой жены Уэйда. И настолько красиво, настолько точно и сочно все это написано, что ты прям слышишь детский смех, ощущает дуновение теплого ветерка у тебя по рукам, брызги холодной воды из бочки, крики петухов, запах вереска и шум оленя, который он создает, когда идет по хрустской земле леса. И все это благодаря тому, что автор настолько мастерски владеет слогом. Я такого красивого, метафоричного, я такого красивого, метафоричного языка давно не встречала в современной прозе. Вот честно. Одна из моих любимых мыслей в книге. Как легко нас порушить, как быстро чья-то жизнь может просочиться в трещины, о которых мы не знаем, пока эта чужая жизнь не окажется у нас внутри. Мы такие пористые. Книга, после которой хочется размышлять. Я знаю, что многие писали о том, что история не закончена, нет ответов. Нет, дорогие мои, там все ответы есть. Просто они не выложены. Это вы знаете, как в детективе. А убийца дворецкий, потому что раз, два, три и вам все написано. Здесь вы такого не увидите. Здесь, опять повторяюсь, нужно читать между строк. Вот между строк там все написано. Почему эта женщина совершила преступление? Как она это сделала? И что случилось там дальше? Это все написано. Ну, а то, что там открытый финал и можно додумать дальнейшие события, ну, в этой книге, в данном случае, я не очень люблю открытые финалы, но в этой книге, в данном случае, он идеален просто. Претендент на лучшую книгу года, по моей версии, как бы, если не боитесь сложных сюжетов, не боитесь рассуждать и читать между строк или задумываться о том, что вы прочитали, то must have, пожалуйста. Следующая книга меня расстроила, потому что я люблю этого автора. Две предыдущих романа прощала на одном дыхании, прям вот горой готова была ее защищать, но не в этот раз. Это Гузель Яхина, ее эшелон на Самарканд. Самая слабая книга Яхины на мой вкус. Да-да. Дети мои тоже, конечно, куча философских там отсылок, все остальное, но дети мои и то сильнее, чем Самарканд. В этом романе Яхина рассказывает историю одного, одной трагедии, трагедии 20-30-х годов 20-го века. Нам рассказывает историю так называемого детского эшелона, который ехал из Поволжья, голодающего, в Туркестан, чтобы обеспечить этих детей пропитанием и не дать им погибнуть. Начальник эшелона Деев, и комиссар Белая, у них нет имен, кстати, они должны были провести вот этот огромный эшелон поезд в 500 голодных детей до Туркестана и как бы обеспечить доставку этих детей в целости и сохранности. Поезд прозвали гирляндой, потому что он своеобразный, и сюжет тоже очень похож на гирлянду. Катится поезд, катится, хлоп, какое-то событие, которое не дает поезду дальше ехать. Выходит Деев и говорит, сейчас я все решу. И вы знаете, он просто вот ни о чем не задумывается, берет и идет. Ну, он вроде бы знает, куда идет, но он, не знаю, у меня такое было ощущение, что он до конца не понимает, что его может там ждать и чем это все может обернуться. Короче, он идет и решает эту проблему. Решила одну проблему, катится поезд, катится, хлоп, новая проблема. Опять Деев говорит, чая без проблем, все решу. И опять идет и решает проблемы. И столько роялей в кустах на пути этого поезда я ни в одном юмористическом или детском фэнтези не встречала. Настолько там все прекрасно завершается. Кроме того, дети. Я, знаете, очень эмпатичный человек, я сочувствующий человек, мне трудно читать книги, где страдают дети, подробно это описано, но не в этот раз, потому что подробных страданий детей вы не увидите, и там даже нет, не знаю, там, конечно, куча имен этих детей приводится, она якобы перерыла кучу архивов, чтобы найти эти имена, но какого-то сострадания у меня не было, потому что я не успевала привыкнуть к какому-то ребенку, а последние вот это бредовые мысли как бы и философствование, вот это вообще лишнее мне показалось. В общем, дети это какая-то серая большая масса, которая просто на фоне действия Деева и Белой. Деева и Белая противоположны по характеру. Один мужик как баба, другая баба как мужик. И вторая мне больше нравится, потому что у нее очень хорошая логика, она исходит из ситуации спасать тех, кого можно спасти, и бросить тех, кого нельзя спасти, чтобы обеспечить жизнь другому. Это логическая, хорошая мысль в такой ситуации. Но у нас побеждает Дея, у которого лозунг «Дал Бог зайку, даст ты лужайку!» прям вот лозунг «Я мамаш современного времени». В конце книги я уже просто ждала, когда машинист таки докатит этот эшелон до Самарканда, потому что вот как будто сама 4000 верст с ними отмахала, ей-богу. И вот эти вот слезливые моменты меня уже угнетали, потому что я просто, знаете, уже предугадывала, где автор может втухнуть или втюхнуть этот слезливый момент. Вот думаю, вот сейчас будет слезовыжимательная сцена, чтобы вот больше эмоций. И вот она слезовыжимательная сцена, и у меня уже нет никаких эмоций к этому. Что касается правдоподобности романа, я не советую его воспринимать как исторический. Зря автор написала, что она основывалась на источниках, и все факты правдивые она все проверила, потому что маститые историки уже ее по полной программе разгромили. Это просто очередное художественное произведение, в котором много роялей, много фантастики и всего остального. И, в общем-то, намного это произведение слабее. Такое ощущение, что было создано побыстрее, побыстрее и очень сильно, сильно раскручено. Если бы оно не привлекло к себе столько внимания, то просто прошел бы как обычный средненький романчик. Но так как внимания было просто очень много, то 75 тысяч книг разлетелись как просто, я не знаю, пирожки на ярмарке. Вот правда. И необоснованно они разлетелись, вот если честно. Еще одна книга проверенного вроде бы автора, который мне должен был понравиться, но она у меня вызвала какие-то такие перемешанные чувства. Это Джон Марс, его книга «Добрая самаритянка». В этой книге Марс отошел от своей концепции будущего, где технологии взаимодействуют с отношениями, а зря. Мне очень нравилась именно его концепция технологии отношений. Перед нами история «доброй самаритянки» в кавычках Лоры, которая волонтер на линии спасения, линии доверия. Она должна спасать людей до последнего шага в пропасть, то есть от самоубийства отговаривать, но она делает все по-другому. Она получает кайф от того, что она наоборот подталкивает этих людей к самоубийству. То есть она психопатка, социопатка и психопатка. И вот однажды она сталкивается с человеком, которому нечего терять, потому что все, что мог, он уже потерял. И между ними начинается настоящая война, такая схватка. Не нас жизнь, а насмерть. Марс с поразительной правдоподобностью описывает социопатические наклонности Лоры и от этого прям становится жутковато, если честно. Он расписывает, как эти вот эти вот особенности в ней возникали издетые, как они развивались и как окружающие подталкивали к ее, к этой психопатической личности, прям открывали ее. Меня немного подбешивали некоторые логические несостыковки в романе. Например, почему звонки на телефон доверия не записываются, как можно не отличить магазинные печеньки от домашних печенек. Жаль, что Марс все-таки ушел от любимой моей тематики технологии отношений, но в целом книга неплохая. Такой, знаете, добротный, крепкий триллер, среднячок, я бы сказала. Ну и плюс она довольно небольшого объема и читается очень легко, потому что Марс классно пишет. Еще одна книга, которая тоже прошла мимо меня, вот знаете, просто вот, ну прошла и прошла. Это Джолан Стейн «Пойма». Это вроде бы исторический детектив времена Великой Депрессии, Восточный Техас, молодой Гарри Коллинз и его сестра случайно обнаруживают чудовищно изувеченный труп женщины в пойме реки. И это труп чернокории женщины, а отец этого Гарри, он шериф местный, ну как бы шериф, и все на него смотрят очень странно, потому что он якобы симпатизирует неграм. Ну здесь у нас расовая сегрегация и все остальное. Повествование велось от лица Гарри, он оказался большим любителем описывать все и вся. Вот порой немало страниц уделялось просто второстепенным персонажам, которые дальше даже не появлялись. По итогу, хочу сказать, что у того же автора есть повесть небольшая, и вот повесть это основной сюжет этого романа, а роман это расширенная повесть, то есть повесть напичкана описаниями, всевозможными отношениями, которые вообще не нужны, философскими размышлениями, получился роман. Ну молодец, чего, но повесть намного интереснее, быстрее читается. Себастьян Фицек «Осколок». Ну Фицека я люблю, потому что он непредсказуемый чувак, у него все детективы непредсказуемые. Вот это один из тех авторов, где я не могу ответить на вопрос, кто же убийца и что же произошло до последнего. Интрига всего действия не дурна, душа, щипательна, и в общем в реальной жизни она точно произойти не может, потому что ну слишком уж она фантастична. Здесь рассказывается история одного парня, который теряет близких, теряет жену беременную, они едут, он виновник аварии, и у него в башке зависает осколок, который нельзя удалить, иначе у него мозг совсем скукожится. И он попадает в руки одного из докторов, который предлагает ему уникальную методику забывания. То есть он предлагает ему гипнозом погрузить его в сон, и он забудет все трагические моменты своей жизни. И он соглашается на эту методику, просыпается после гипноза, идет себе домой, а дома и нету. На место дома стоит котлован, к нему подходит женщина и говорит, ага, вы тоже в той программе участвовали, они хотят нас убить. И в общем заварушка начинается. И в общем-то да, ты порой не знаешь, где бред сумасшедшего, а где реально происходящие события. А в конце фицик просто, знаете, молоточком по темечку тебе говорит, а вот оказывается как было это такое, да блин же так не бывает. Но оно в книгах так это и бывает. В общем, неплохой триллер на один разочек. Еще одну книгу я прочитала из книг, давайте расскажу о Люси Фоли, Список гостей. Это герметичный детектив. Вообще Люси Фоли, я так понимаю, она просто села на своего коня, то есть герметичные детективы, где действие происходит в какой-то одной местности, несколько человек, кто-то из них убийца и поскакала. И в общем, она не может до сих пор остановиться, потому что вторая ее книга, которая называется Список гостей, вот просто один в один это ее охотничий дом, только с другими персонажами и немножко другими мотивами. В общем, на большом Ирландском острове происходит свадьба, и туда съезжается огромное количество людей всяких, у всех этих людей есть какие-то скелеты в шкафу, и в общем, один из них будет кем-то убит. И мы только в конце узнаем, кто из них будет убит, и какие скелеты из шкафов повылазят. Но если вы читали уже охотничий дом, то вам будет скучно, как и мне было скучно, потому что я такая, ну, Люси, я у тебя это уже читала, ты же уже об этом именно и рассказывала, и то же самое интригу-то держала. В общем, если хотите знакомиться с Люси Фоли, то выбирайте либо одну книгу, либо другую, потому что ничего принципиально нового в этих, вроде бы, разных книгах вы не найдете. Я дочитала «Мексиканскую Гольтику» Сильвия Марена Гарсия, и она мне понравилась. Хотя некоторые говорят, ну как, это же просто такой готический роман, ужастик небольшой. Ну, я не очень много читаю готических романов, поэтому могу сказать, что это хороший представитель жанра готического романа. История Ноэми, молодой девушки, которая по характеру очень похожа на Скарлетту Хару, она приезжает в дом на холме, на горе, чтобы спасти свою кузину от какой-то ситуации, которая в этом доме происходит, потому что непонятно, то ли сходит сама кузина, то ли кто-то пытается ее в этом доме убить. И Ноэми, в силу своего такого прорывного, яркого, движимого, она такая зажигалочка характера, она разворашивает это осиное гнездо ужасных людей, которые живут в этом доме, потому что вы уже поняли, что дом тут абсолютно не при чем. Тут при чем люди, которые в этом доме посетились. Конечно, здесь есть мистика, ну, готический роман без мистики не хаотический роман, но в принципе приемленно. Симпатичная книжечка, прочиталась очень быстро и такая, знаете, неплохая, я бы сказала. Фаворитом моего читательского апреля могу назвать вот эту книгу, кроме Айдаха. Это Николас Натудак, 1794. Это продолжение истории Корделя и его помощника Винке, который расследует новое преступление в Токгольме 18 века. На этот раз убита молодая девушка. к Корделю приходит мать убитая и говорит о том, что все улики говорят о том, что убил ее собственный муж, но она не верит, что ее зять виновен, потому что у них с этой, с ее дочерью была такая любовь, прям просто неземная, что он точно не мог этого делать. Корделя берется за преступление, за раскрытие преступления, и эта дорожка приведет его, знаете, прям вот в темные, темные леса, Стокгольма, в жуткие места. Мы вернемся с вами в этот предельный дом, с откуда мы бежали в прошлой книге. Мы вернемся в ужасные условия жизни проституток и бедных, нищих людей. И, в общем, автор молодец. Он продолжает, он вообще, он, знаете, он не сбавляет свою планку. Он молодец, он продолжает рассказывать нам в той же жуткой, ужасно прекрасной одновременно манере, когда даже цвета у него сравниваются с мерзостями. Если желтый, то это хнойный желтый, если зеленый, то поносный зеленый, если красный, то это, значит, цвет крови и кишок разворотило. Короче, чувствительным натурам я не советую эту книгу, но всем остальным, если вы не очень чувствительны и, в общем-то, нормально переносите описание жутких мучений, то вас ждет увлекательная, интересная историческая история. Ну и, наконец, расскажу о фэнтези, который меня, как вы знаете, расстроили. Начну вот с этой книги. Это «Волшебник земноморья» Урсула Легуин. Вот я тут прочитала, ну, вообще, тут три книги в одной получается. Я вот прочитала немножко, ну, почти половину первой книги и не хочу я читать это дальше, потому что мне это не нравится. Во-первых, смотрите, какая мирская обложка. Ну, я не знаю. Тут отсылка к Гарри Поттеру, видимо, да? То есть, типа, это как Гарри Поттер, только круче, но нет. Гарри Поттер держит в напряжении, мне нравился он. И я сначала, знаете, ссылалась на то, что, ну, наверное, я слишком взрослая тетка, чтобы читать такое совсем уж детское фэнтези. Но, знаете, Гарри Поттера я читала с удовольствием. А «Волшебник земноморья», ну, боже мой, это был какой-то ад. Просто настолько скучно, настолько затянуто, настолько ой, медленно все это там происходило, что, ну, вот, мне посоветовали начать читать вторую часть, которая называется «Гробницы Атуана». То есть, это вроде бы не связано с первой, то есть, это не продолжение первой части, а не связано с героями только, а другая история. И вроде говорят, что там неплохая дальше история, это попробую. Ну, и еще одно разочарование, это «Эрагон». Как бы, вот у меня была такая книга. «Эрагон», когда я читала, у меня не покидало ощущение, что что-то не так. «Хорошо описанный мир», несколько неплохих героев и масштабность происходящих событий, то есть, действительно, эпический масштаб. Но потом я поняла, что я все это уже читала и в лучшем виде у Толкина. Но давайте начнем, ну, я не буду говорить о вторичности, я уже как бы устала об этом напоминать. Здесь очень много клише. Если злодей, то просто злодей, потому что злой. Я злой, потому что я злой. И больше ничего. Если герой, то он просто суперкрутой герой, и его везде ждут рояли, то есть, тут рояли в кустах просто огромное количество. И вот такое было ощущение, что он не сам все это делает, Арагон, как главный герой, а как будто за него все это делают его спутники. Сначала это Сапфир, у него появляется дракон, потом, значит, его учитель, да, потом Бром, потом Муртах. И все ему помогают, как бы ведут его вперед, а он, ну, он идет вперед, молодец. Дальше, диалоги. Причине мне не покидало ощущение, что в любом разговоре участвуют два подростка. Вот, даже если одному из них 45 лет, а другому 10, вот просто. А потом я почитала биографию автора и поняла, что это мальчик, молодец, он написал эту книжку в 15 лет, его родители финансировали издательство, раскрутили его, как могли, а дальше уже поплыл он дальше. Ну, в общем-то, вторичное какое-то фэнтези, не обижайтесь любителей Рагуна, я его дочитала, я его проанализировала, опять мне советовали прочитать, начать читать вторую книгу, где автор вроде бы уже стал более опытным и там расписался, как бы история немножко другая пошла, ну, попробуй, попробую я укусить немножко вторую книжку, а если не пойдет, то, простите, я продолжать это не буду, потому что меня ждет много интересных других фэнтези книжек. В общем-то, все книги, о которых я хотела вам рассказать, я сегодня рассказала, напишите в комментариях ваше мнение, что вы читали в марте, а с вами была Славянка, пока-пока, не забывайте ставить лайки.